Жители Ираки благодарят Россию. Жители Ираки благодарят Россию ЦПВС продолжит оказывать помощь жителям провинциального центра, разрушенного ударами ВВС США. Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев продолжает оказание всесторонней помощи сирийскому населению. Всего с начала процесса урегулирования проведено 2273 гуманитарные акции. Местным жителям доставлены и распределены 3801,16 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Всего военными и медицинскими специалистами из России оказана помощь 109650 сирийцам, многие из которых дети. На днях, как уже писала «Красная звезда», сотрудники ЦПВС в сопровождении российской военной полиции впервые побывали в Раке, административном центре одноименной сирийской провинции. Этот город, расположенный на левом берегу Ефрата, был сильно разрушен в ходе боев и оказался брошенным американским военным командованием и сирийскими демократическими силами на произвол судьбы. Офицер ЦПВС Владимир Варнавский в беседе с журналистами выразил надежду, что совместными усилиями России и Сирии удастся способствовать восстановлению социальной инфраструктуры и мирной жизни в Раке и во всей провинции в целом. Местные жители постепенно возвращаются в свои дома, однако центр города до сих пор заминирован. Встречаются не только самодельные устройства, оставленные боевиками ИК, но также не разорвавшиеся снаряды и авиабомбы, возглавляемые США международной коалицией во время операции по освобождению Раки в 2017 году. Во время первой гуманитарной акции российские военнослужащие раздали местному населению 2000 продовольственных наборов. И такие акции, по их словам, будут продолжены. Российские военные врачи также рассматривают возможность оказания медицинской помощи местному населению. Мы счастливы, что российская армия здесь, мы ненавидим войну. С вашим приходом она почти закончилась. И еще нам нужна еда, вода, хлеб, хоть что-нибудь и у нас очень много бедных. Этим людям нечего есть, они отчаянно нуждаются в помощи много больных, им нужны лекарства, рассказал российским журналистам житель города Рака Абубашар. В начале недели ЦПВС также провел гуманитарную акцию в населенном пункте Шейф-Мискин провинции Дера, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 275 продовольственных наборов общим весом 1,61 тонны. Патрулирование продолжается. Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума взаимопониманий, принятого 22 октября 2019 года. Подразделения военной полиции вооруженных сил РФ продолжают патрулирование по нескольким маршрутам в районе городов Манбидж, на северо-востоке провинции Алипа, Айн-Иса, провинции Рака, и Камышлы, провинции Ахазики. С воздуха их безопасность обеспечивает армейская авиация ВКС России. Решение задач обеспечения безопасности в северных районах Сирии осуществляется во взаимодействии с вооруженными силами Турецкой Республики. В минувшую субботу представители командования российской группировки войск ФСАР и Координационного центра вооруженных сил Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасики-Алипа, на участке от Айн-Иса до Тельтамира, которая является границей между подразделениями турецких и сирийских войск. Встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате, Россия, Иран и Турция, стартовала во вторник в Нур-Султане. В ней также участвуют делегации правительства САР и сирийской вооруженной оппозиции. Переговоры пройдут в течение двух дней. В первый день мероприятия проходили двусторонние и трехсторонние консультации представителей стран-гарантов. На среду запланировано пленарное заседание с участием всех сторон. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны рассмотрят ход выполнения договоренности о деэскалации ситуации в Сирии и завершении борьбы с остатками террористических группировок. Кроме того, будут обсуждаться гуманитарные вопросы, включая помощь сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами. Как ожидается, в повестку встречи будет включенный вопрос продвижения политического процесса в Сирии в свете начала работы в Женеве Конституционного комитета. Решение о создании этого органа было принято еще 31 января 2018 года в Сочи, однако его первое заседание удалось открыть только 30 октября этого года. По оценке спецпосланника генерального секретаря ООН Гера Педерсена, речь идет об очень хорошем начале. Переговоры в Нурк-Султане могут придать новый импульс работе комитета, призванного подготовить предложение по конституционной реформе в Сирии. Жилье для беженцев Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии, хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара. Там, на севере Сирии. «Ред, все идет к лучшему, но не так, как нам хотелось бы», — сказал он в эфире телеканала TRT. Турецкий лидер напомнил о планах Анкары разместить в зоне безопасности на севере Сирии 1 миллион беженцев. На территории Турции находится около 3691 тысячи вынужденных покинуть свою родину сирийцев. «Ред, это наш проект. Мы уже начали его осуществлять. Я раздал план нашего проекта всем лидерам. Он включает строительство домов, больниц, школ. Мы это все сделаем, но вы окажите финансовую поддержку, чтобы люди могли вернуться домой», — сказал Эрдоган. По его словам, всем проект понравился, но дальше дело не идет. Тем не менее в сирийском городе Рас-Элян Турция хочет построить такое поселение в качестве примера. 9 октября этого года, напомним, Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания тамбуферной зоны, призванной стать для турецкой границы защитным поясом от проникновения вооруженных экстремистов. Вскоре были достигнуты международные договоренности о создании зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будут контролировать турецкие силы. Это полоса протяженностью около 120 километров между городами Рас-Элян в провинции Хасеки и Тель-Абит в провинции Рака. Ее глубина порядка 30 километров. Президенты РФ и Турции 22 октября на встрече в Сочи подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Исар, в соответствии с которым российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Николай Пальчиков, красная звезда террористическая группировка, запрещенная в РФ.